На этой неделе, уже завтра, 3 мая, стартуют Игры Стражей 2022 года. Ежегодный ивент, доступный для всех игроков, даже для тех, кто в игру не платит. Для тех, кто не знает вообще, что это за ивент, это состязание классов. Варлоки, Титаны и Охотники меряются тем, чем хотят доказать, что их класс круче. У меня вообще в комментариях группы 24 на 7 Игры Стражей без правил, но тут вроде как поприличней всё должно быть. В Играх Стражей 2022 есть несколько изменений, о которых заранее рассказали разработчики, и сегодня мы их разберём. Начнутся же Игры Стражей, как я сказал, 3 мая, а продлятся до 24 мая, так что в запасе у вас почти весь месяц. Прежде всего, как определят победителя мероприятия. Как и в предыдущих Играх Стражей, участники должны будут вносить с трудом заработанные медальоны в пьедестал, который находится в башне. Медальоны можно зарабатывать, выполняя определённые задания и мини-поручения, так называемые карты претендента и платиновые карты. Они подобраны так, чтобы охватывать как можно больше разных активностей в игре. Как пишут сами разработчики, если у вас есть время, то и медальоны будут. Так что, видимо, надо готовиться гриндить, если хотите победы своему любимому классу. Общая структура Игр Стражей в этом году построена так, чтобы учитывать уровень мастерства, то есть вы получите больше очков за сложные задания. Будут медальоны разной степени ценности. Самые дорогие, за которые даётся больше очков, предстоит заработать в рейдах, подземельях, а также в состязательных пвп-режимах. Медальоны чуть более низкого уровня выпадают в гамбите, налётах авангарда, гарниле и других заданиях мира престола, например, на нормальном уровне сложности. Проще говоря, золотые медальоны даются за выполнение карт претендента в лёгких заданиях, а платиновые за выполнение платиновых карт в более сложных активностях. Но это всё было и в прошлых Играх Стражей. А что же добавили нового? Цитирую тут ТВАП. Новинка Игр Стражей этого года — система подсчёта игроков в налётах, которая учитывает время, проведённое только в плейлистах Игр Стражей. Ещё у нас есть медали налётов, которые вознаграждают игроков за впечатляющие подвиги, вроде уничтожения кучи противников с помощью какой-нибудь причудливой механики, например, раскалыванием. Таким образом, в Играх Стражей этого года появится два плейлиста — тренировочный и состязательный. Со вторника по четверг нам нужно играть в тренировочный плейлист. Здесь мы сможем набрать тренировочный счёт, считающийся общим на команду, а с пятницы по понедельник настаёт время попотеть в состязательном плейлисте. В нём игроки могут получать усиление, завоёвывая бронзу, серебро, золото или платину в любительских, тренировочных и состязательных плейлистах. Усиление действует до еженедельного обнуления. Их можно использовать в обычном плейлисте операции Авангарда. Игроки также могут зажигать в башне факелы, если их рекордный счёт превысит определённый порог. Например, если игрок зажигает бронзовый, серебряный, золотой и платиновый факел, то получает награды и свечение на правом плече брони Стража. Так вы будете выглядеть ещё отпаднее. Напоминает систему свечения брони за Флоулиса Сириса или прохождение Найтфолла в первой части. Но свечение и фирменный шмот это хорошо, а что в остальном по наградам? За что бьёмся? Ивент подарит возможность игрокам получить новый легендарный пистолет-пулемёт Титул с новым подархетипом. Титул это пустотный пистолет-пулемёт от Хекки в энергетический слот на агрессивной раме. Он оснащён уникальным исходным бонусом классовый претендент, который даёт энергию классовой способности за добивающее попадание из этого ПП. Мы подробно рассмотрим пистолет-пулемёт, когда удастся его протестировать. Для тех, кто принимает участие в играх Стражей впервые, снова появится возможность получить мощный экзотический пулемёт-миниган Наследник. Ну а самые преданные своему классу игроки, которые попадут в топ 10% по количеству набранных очков, получат особую новую эмблему, чтобы выделяться в толпе. В предыдущие два года проведения ивента победу одержали Титаны и Охотники, так что ждём победы Варлоков в этом году, я полагаю? Или кто-то хочет закрепить свой прошлый успех и одержать вторую победу в своём классе? Будем наблюдать за состязанием. А вам спасибо за просмотр! Не забудьте подписаться на мой Телеграм-канал и страницу Бусти, которая держит на плаву весь канал Трипл Вайп сейчас. Услышимся в следующем видео, ну а ссылки все в описании.